Санавиация Удмуртии Президентские гранты на пользу людям Расскажем о проектах, которые поддержал фонд, а они теперь помогут жителям Удмуртии В Удмуртии на вакцинацию от ковид записались уже почти 470 человек Сделали они это через портал госуслуг Как сообщает региональный Минздрав, пока на госуслугах доступны только две даты 23 и 30 января За эти два дня привиться смогут 820 человек Еще 2500 доз зарезервированы для врачей, педагогов, соцработников Временные слоты сформированы с учетом поступления вакцины А также с учетом процесса проведения самой процедуры Напомню, вакцина требует разморозки Записаться можно также в регистратуре своей поликлиники Или позвонить в колл-центр Данные занесут в списки Отмечу, что 500 человек в республике уже завершили вакцинацию А 2000 поставили первую аппликацию В ближайшее время в регион поступит еще почти 64 тысячи доз В тех больницах, где сейчас вакцинация приостановлена Запись снова откроют Кроме того, в республике продолжают формировать списки для вакцинации от предприятий А еще в Адмуртии наращивает работу санавиация Вертолет скорой помощи курсирует в отдаленные районы К пациентам, которым требуется высокотехнологичная диагностика И сложные операции, которые им проводят в Ижевских медицинских центрах Дмитрий Вероновин продолжит На борту этого вертолета, который приземлился на взлетно-посадочной площадке Первой РКБ, 60-летняя Глазовчанка У нее подозрение на инфаркт Срочно потребовалась операция И крылатая скорая помощь оперативно доставила пациентку в Ижевск Женщина с серединососудистой патологией Мы ее сегодня доставили из города Глазово сюда, на площадку Первой РКБ Если бы машина, мы ее везли, у нас бы ушло 3-3,5 часа А так у нас ушел час И вот с серединососудистой патологией главное быстро доставить Для оказания уже специализированной медицинской помощи Сразу после посадки вертолета пациентку перемещают в карету скорой помощи И увозят в РКДЦ С Глазова до Ижевска долетели за 50 минут Вертолет Ансад Казанского производства позволяет непосредственно подбирать площадки И производить взлеты и посадки непосредственно в городе, у зданий, учреждений, как сейчас здесь Ну, соответственно, этот вертолет, то, что он может садиться ближе непосредственно к учреждению медицинским Он сокращает еще и время доставки до вертолета пациента В целом, как положительно, сказывается С начала года крылатые медики Удмуртии на этом вертолете совершили уже 7 вылетов Все с тяжелобольными на борту Условия транспортировки надежные и современные Для транспортировки пациента у нас здесь все есть необходимое Есть аппарат ЛТВ, это для искусственной вентиляции легких Карпульс, это монитор, который контролирует АД, пульс, сатурацию показывает Есть насос, инфузомат у нас Ну, в общем, медикаменты, вот сумки у нас как бы все есть Все необходимое для госпитализации и транспортировки больного То есть та же самая скорая помощь? Да, 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 еще и круче Также в конце прошлого года была полностью оборудована новая взлетно-посадочная площадка На территории первой РКБ На ней установили новые сигнальные огни, ветродомный маяк и ветроуказатели Всего в 2020 году медицинская авиация Удмуртии совершила 208 вылетов Дмитрий Вороновнин, Юрий Зелененький, новости 48 лосей, 2 кабана Такова добыча браконьеров в Удмуртии в прошлом году О том, как в республике ведется борьба с незаконной охотой Рассказали специалисты Минприроды Во время совместных рейдов с привлечением силовой структуры Браконьеров было изъято 35 единиц огнестрельного оружия и 3 автомобиля В 2020 году инспекторами охотнадзора проведено более 3000 рейдовых мероприятий С привлечением сотрудников Росгвардии С привлечением охотпользователей, общественных инспекторов, сотрудников полиции За год составлено более 600 административных материалов За нарушение правил охоты Вынесено административный штраф на сумму более 700 тысяч рублей На нелегальных охотников в прошлом году в Удмуртии возбудили и 49 уголовных дел Причем лишь половина из них это жители региона Удмуртия давно славится хорошими показателями по плотности основных промысловых видов животных Лосей, кабанов и медведей Интерес к ним проявляют нелегальные охотники не только из близлежащих регионов Но, например, из Москвы, Петербурга и даже Калининграда Новые условия для получения сельской ипотеки в новом году Их четыре Теперь, как первоначальный взнос, можно использовать материнский капитал Строить на арендованном земельном участке Покупать жилье в домах высотностью не более пяти этажей И обязательно зарегистрироваться Последние два условия должны привязать селян к своим территориям Потому что в прошлом году более половины жилья, купленного по сельской ипотеке Пришлось на пригород Ижевска Подробности прямо сейчас О, привет Привет Что? Надо звонок установить, а то неудобно, стучат, никто не слышит Вихаревы новоселье сыграли полгода назад До этого жили в служебной квартире Ею 10 лет назад и заманили молодого специалиста Режиссера массовых мероприятий из Кесского дома культуры Волнашский Жизнь ведь она такая, каждый человек ищет где лучше По съемным квартирам не надо мотаться И, соответственно, уже на душе какое-то спокойствие Хотя бы уже, что у тебя есть крыша над головой, никто тебя не выгонит А здесь у нас живет старшая дочка Ей три годика Она хочет быть как папа Выступать на сцене районного дома культуры и быть звездой Хозяин с удовольствием проводит экскурсию по трехкомнатной квартире Здесь спит наша малышка Алиса Окна закроем Пусть спит Вихревы, когда узнали про сельскую ипотеку, не раздумывая написали заявление О переезде в другой район семья не думала В отличие от большинства других получателей льготного кредита За 2020 год на территории Алнарского района было выдано 54 сельских ипотеки на общую сумму 86 миллионов рублей За пределами Алнарского района был приобретен 21 дом Это на территории Завьяловского района 20 и один дом был приобретен на территории Можгинского района В районной администрации предполагают, жилье приобретают родители для детей По данным регионального Минсельхоза, квартиры в пригороде Ижевска купили 50% всех получателей сельской ипотеки в Удмурдии Или почти 600 человек А это значит отток молодых специалистов из сел и деревень Потому когда в Удмурдию с рабочим визитом приезжал федеральный министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев Республика внесла предложение Обязательная регистрация в приобретенном жилье Предложение было принято как одно из четырех дополнительных условий получения сельской ипотеки Материнский капитал может стать первоначальным взносом Это первое изменение Второе изменение Мы можем приобретать жилье только в домах не более пяти этажей высотности Мы можем строить жилье на арендованном земельном участке К концу 2020 года у нас в Удмурдской Республике уже аттестовано 14 застройщиков Поэтому я думаю, что в 2021 году у нас будет развиваться не только покупка жилья, но и строительство жилья Фонарик? У дяди какой фонарик? Какой хороший, да? А Вихаревы в ближайшие месяцы планируют закончить ремонт Теперь даже каждая купленная лампочка, гвоздик в радость Потому что жилье свое Марина Баль, Елена Слесарева, Василий Хохряков, новости У судей Республики появился электронный помощник В 20 залах на участках мировых судей Ижевска оборудовали специальную систему Она не только фиксирует все, что происходит во время заседания и сохраняет аудио и видео Но и переводит речь в текст Что значительно сокращает время на оформление протоколов Это подтвердилось и во время испытаний Систему судей протестировали еще летом По результатам и было принято решение Обеспечить судебные участки аппаратно-программным комплексом Пока такие роботы-стенографисты установлены только в Ижевске В последующем ими оснастят и другие города и районы республики С 1 февраля начинается прием заявок на конкурс фонда президентских грантов Проекты, полезные для людей, получают денежные гранты на реализацию В прошлом году от Удмуртии заявилось 175 участников Полсотни стали победителями С некоторыми из них мы познакомились лично На что они будут тратить президентский грант, выяснил Александр Демидов 17-летний Эльнар Закиров вместе с тренером покоряет снежные склоны У мальчика ДЦП Несмотря на это, он 4 года занимается в проекте «Лыжи мечты» На счету уже призовые места в соревнованиях Первый-второй год мы еще катались со слайдером Это как выходунки А потом он уже начал Мы ходим с помощью костелей уверенно и стоит на ногах И вот мы сейчас уже без слайдера катаемся только с тренером Мама рассказывала, что ты на соревнованиях даже участвовал, да? Да, и вот так выигрышные мечты Наряду с «Лыжами мечты» с 1 февраля в республике стартует новый проект «Юнифайт спорт» Это несколько видов активностей для реабилитации инвалидов Сейчас идет отбор детей в школах Особенность проекта – дети-инвалиды будут тренироваться со здоровыми На это специалисты выиграли президентский грант 3 миллиона рублей Вот такие совместные тренировки, которые будут проходить в рамках этого проекта Они полезны для всех Как для детей с инвалидностью Когда они будут стремиться достигать успеха вместе со здоровыми ребятами А для здоровых ребят это, конечно, большой опыт толерантности Большой опыт уважения к особым детям Здесь будут и водные виды спорта, скалолазания, ролики Не менее 150 детей с инвалидностью поучаствуют в этом проекте «Юнифайт спорт» – не единственный проект из Удмуртии, который в этом году выиграл президентский грант Ижевские активисты из «Желтой бирки» получили деньги на бесплатную стерилизацию питомцев Проблема бездомных животных в столице острая Порой котят и щенят оставляют на улице, так как за стерилизацию питомцев не все могут заплатить За защитники благодаря гранту будут бесплатно и адресно помогать владельцам Это люди с низким доходом, пенсионеры и волонтеры, которые изымают животных с улицы Люди с низким доходом – это у кого там меньше прожиточного минимума? Это мы заранее обсуждали вопрос с центрами социального обслуживания Вот у них есть какие-то критерии, такие граждан, кто нуждается в помощи И вот через них мы будем эту информацию распространять, чтобы адресно помощь оказывать питомцам таких владельцев Среди победителей и проект по сохранению и развитию исторического наследия, а также школа журналистики нашей телерадиокомпании Удмуртия в конкурсах фонда президентских грантов участвует 4 года Фонд финансово поддерживает некоммерческие проекты, полезные для общества В прошлом году от региона было 175 заявок, 52 победили и получили деньги Вот этот год для Удмуртии начался успешно У нас 52 победителя из нашего региона То есть общая сумма грантов 55 миллионов Среди победителей 19 муниципалитетов, включая города Результат Удмуртии по количеству одобренных заявок из фонда президентских грантов – один из лучших в России Республика на седьмом месте среди всех регионов страны Александр Демидов, Василий Хакарьков, Новости На этом у нас все, удачи вам, до встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин